Финансовая грамотность – одно из условий повышения уровня жизни каждого человека, семьи и страны в целом. Существенно усложнившаяся финансовая система и появление широкого спектра новых финансовых услуг требует от граждан принятия взвешенных решений по их использованию, владения знаниями в сфере финансовых отношений, навыками планирования своего бюджета. Именно это и стало основополагающим для создания единой системы, которая работала бы на повышение финансовой грамотности населения нашей страны и помогала каждому человеку разобраться в финансовых вопросах. Национальный банк в последнее время уделяет особое внимание вопросам повышения финансовой грамотности. В Республике Беларусь построена эффективная система повышения финансовой грамотности. Данная структура выполняет план совместных действий правительства Национального банка на 5 лет с 2013 по 2018 год по повышению финансовой грамотности. В рамках этой работы запланировано целый ряд мероприятий, в том числе включение Республики Беларусь в международную систему повышения финансовой грамотности. Одним из таких проектов является активная работа Национального банка в международной организации под названием «Альянс за финансовую доступность». Согласно данным опроса, проведенного в рамках совместного проекта Национального банка Беларуси совместно с Международным альянсом за финансовую доступность, чуть более 14% граждан нашей страны совсем не пользуются финансовыми услугами. Около 39% являются пользователями базового уровня и только около 47% населения являются активными или продвинутыми пользователями финансовых услуг. При этом в основном используется обязательное, то есть связанное с получением заработной платы и обязательным страхованием. Чтобы максимально эффективно пользоваться спектром предоставляемых продуктов, нужно иметь хотя бы минимальное представление о рисках и доходности, владеть базовой терминологией и азами юридической и налоговой грамотности, чем, согласно проведенному анализу, может похвастаться далеко не каждый. Недостаточно, наверное, знаний для вложения своих денег в инвестиции, в сохранение этих денег. Ну и, естественно, нет знаний, наверное, в первую очередь в расчетах по безналичным расчетам. Поэтому наш банк, один из основных участников выполнения программы по финансовой грамотности, мы очень активное участие принимаем во всех трудовых коллективах, в школах, гимназиях, в университетах, институтах Брещины по всей области для, в общем-то, донесения для населения всех новшеств в банковской системе. Несмотря на доступность банков и широкую сеть филиалов и отделений, уровень пользования населением финансовыми услугами остается сравнительно низким. Работа по повышению грамотности в этом вопросе проходит в трудовых коллективах, университетах и школах. Постоянно развивается финансовая система и также активно должен проходить и процесс ее освоения, в котором порой не под силу разобраться самостоятельно. А потом участие в мероприятиях, о которых шла речь на круглом столе, это возможность идти в ногу со временем. Интересно было узнать про различные финансовые учреждения, про банки, как они работают. У меня вторая специальность – экономика, и тоже хотелось бы немножко узнать про финансовую систему, про финансовую структуру. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.